Раз, раз. Продолжение следует. Отойдите, пожалуйста, от стола подписания. Быстрее. Продолжение следует. Продолжение следует. Начинается церемония подписания соглашения между Ростовской областью, Ставропольским краем, Астраханской областью и Республикой Калмыкия. О сотрудничестве в сфере экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Соглашение подписывают. Продолжение следует. Дорогие друзья, я также обращаюсь к своим коллегам. Прежде всего, хотел бы высказать слова благодарности за то, что мы вместе четвером, предварительно обсудив эту идею подписания межрегионального соглашения, такое решение приняли. Я, конечно, моих коллег еще раз приветствую здесь на Донской земле. Документ, который мы сегодня подписали, на мой взгляд, имеет очень принципиальное значение в межрегиональном сотрудничестве, потому что в нем заложены очень важные составляющие. Конечно, межрегиональное сотрудничество и возможности реализации наших экономических вопросов. Вопросы, связанные с развитием туризма, что является сегодня очень актуальной. Вопросы, связанные с развитием сотрудничества в сфере молодежной, а это актуально очевидно, потому что это будущее, перспектива. Но главное, что здесь заложено, это то, что мы все вместе будем стремиться к решению экономических и социальных задач во благо жителей наших регионов. Я уверен, что такой документ имеет право на развитие, право на перспективу, и мы, наверное, сделаем все, чтобы он получил конкретное воплощение. Спасибо. Потому что, несмотря на тот период острого кризиса, который мы переживаем, это не первый период, поверьте мне, и он закончится очень быстро. Но, учитывая тот объём колоссальных природных ресурсов, рекреационных ресурсов, человеческих ресурсов, которые обладают четыре наши субъекта, и вообще юг России, и Северный Кавказ позволяют нам с хорошим настроением смотреть в будущее, потому что даже сегодня мы с утра обсуждали очень много тем совместного ведения и действий, которые, конечно, направлены на то, чтобы жизнь становилась лучше, и условия проживания в первую очередь активной нашей молодёжи становились выше. Ну, а двигателем всего будете вы. Я желаю вам, чтобы вы наладили между собой такие классные коммуникации, вы подружились, потому что невозможно представить в себе, если бы при решении сложнейших вопросов в развитии любой территории мы бы не знали лично друг друга, не дружили бы между собой, не дружили бы наши помощники и заместители также со своим уровнем компетенции. Удачи вам и успехов! Очень рад видеть лучшую молодёжь России! Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сегодня мы, по сути, констатируем то, что веками сложилось на юге России. Это добрососедские, дружеские, братские взаимоотношения. Это, конечно же, огромный пласт экономического сотрудничества, хозяйского сотрудничества. Сегодня наша задача, задача присутствующих моих коллег, задача наших коллег в правительствах наших регионов дать экономическую, юридическую, правовую базу, административную базу для того, чтобы наше сотрудничество сегодня превратилось уже из, может быть, иногда стихийного, но в планомерное развитие юга России. И я абсолютно согласен с тем, что очень знаменательно, что это соглашение подписывается сегодня в вашем присутствии. Вы – будущее нашей страны, вы – будущее юга России. Завтра вам во взрослой жизни притворяют, по сути, то, что сегодня положено на бумагу. Юг России всегда был и останется оплотом безопасности экономической, продовольственной, политической безопасности нашей великой Родины, нашей страны, Российской Федерации. Вы сегодня здесь, помимо того, что познакомитесь, подружитесь друг с другом, вы увезете еще бесценный опыт будущего взаимодействия и сотрудничества. Я благодарен организаторам этого мероприятия, в первую очередь, губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, за то, что, по сути, вот этот формальный акт экономического взаимодействия проходит именно вот в этой аудитории, именно перед вашими глазами. Вы являетесь свидетелями хорошего исторического события на юге России среди наших субъектов. Добрый год. Уважаемый Алексей Маратович, Василий Юрьевич, уважаемый Александр Александрович, дорогая молодежь, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня и поддерживаете нас, и вдохновляете нас. Василий Юрьевич, отдельное спасибо вам за то, что вы сегодня дали площадку, действительно, для очень важного направления. Я просто на секундочку в цифрах, так как я всё-таки производственный, 4 региона, это 8 миллионов жителей, это 5%, чуть больше 5% жителей Российской Федерации, это 12% российского ВРП. Это все, скажем так, возможности Российской Федерации, которые есть в ней, представлены здесь. Машиностроение, добыча полезных ископаемых, природных, добыча биоресурсов, сельское хозяйство, о котором мы очень много говорим. И нам сам Бог велел объединяться и развивать собственную территорию. Мы заинтересованы. Турпоток. Мы заинтересованы машиностроением. Мы заинтересованы сегодня в портах перегвалки. Мы заинтересованы сегодня друг с другом кровно. И это сегодня всё происходит под эгидой молодёжного форума. Мы бы хотели, чтобы вы сегодня смотрели на нас и учились тому рукопожатию, который мы сегодня друг другу даём. Потому что важнее ничего нету, чем дружба между людьми, чем дружба между регионами и чем возможность достойного взаимодействия. Взаимодействуйте, находите друг друга. Пускай будет первая сегодня свадьба между регионами. А у нас очень хорошая получается свадьба. Я всех с этим поздравляю, Василий Юрьевич. Ещё огромное спасибо вам за это. Мы встаём. Сейчас наш молодёжь подписывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабин Владимир Николаевич. Председатель От Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края Козюра Евгений Николаевич. Министр От Агентства по делам молодёжи Астраханской области Гайнулин Рустам Салаватович. Руководитель От Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия Балдашинов Лев Владиленович. Министр АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Добрый день, форум Ростов. Добрый день, уважаемые участники встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин. Главный федеральный инспектор по Ростовской области, аппаратополномоченного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Сергей Алексеевич Трубников. Заместители глав субъектов, министров. Во встрече принимают участие молодежь представителей Старопольского края, всех субъектов Южного федерального округа. Поприветствуем друг друга. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, буквально несколько цифр, которые характеризуют, что такое четыре наших регионов. Объем товарооборота между нашими регионами на самом деле в последние годы имеет хорошую динамику к развитию. Обратите внимание, по итогам 2014 года объем товарооборота наших четырех регионов составил 20 миллиардов 366 миллионов рублей. Это 6% от общего объема межрегионального товарооборота. Это касается не только товаров, но и услуг. И сегодня почти половину турпотока – это здравницы Ставрополья. И скажу вам откровенно, насколько мне известно, насколько Владимир Владимирович мне говорил, эти здравницы увеличивают свои услуги и количество людей, туда приезжающих, которые пользуются этими замечательными местами. Сегодня очень активно растет интерес дончан к этнографическим и экологическим турам в Калмыкию. И, Алексей Маратович, я прошу вас помогать нам в том, чтобы ростовчане и дончане могли там бывать, видите, эти удивительные красоты. Ну и абсолютно все, я специально это в конце оставил, абсолютно все, потому что каждый второй в нашей стране – это рыбак, хотят побывать в Астрахани. А вторая половина, Александр Александрович, имейте в виду, половина – это рыбаки, а вторая половина – это их жены. В свою очередь в Ростовской области отдохнуло 263 тысячи жителей Южного федерального округа. Это заметно больше, чем в предыдущий период, предыдущий год. И эта динамика продолжается расти, потому что для нас развитие внутреннего туризма становится одной из приоритетных задач. Традиции донского казачества, чеховские и шелоховские места, заповедники Маныча в Ростовской области – места, которые давно полюбились многим жителям нашей страны. Лермонтовские места и всемирно известные здравницы Ставрополья – это совершенно удивительные места, куда всегда хочется приезжать. Астраханский транспортный узел, который связывает Европу через Россию со всеми странами Западной и Средней Азии, Индии, Пакистаном, странами Индийского океана. Колорит Калмыкии – золотой обителью Будды Шакьяммуни и большим Яшалтинским озером, которое сравнимо по своим лечебным качествам с Мертвым морем. Всё это представляет большой интерес для многих жителей Ростовской области. Поэтому соглашение не случайно подписано на форуме молодёжи, в котором принимают сегодня участие представители Южного федерального округа и Ставрополья. Дорогие друзья, мне бы хотелось всем вам пожелать успехов и, конечно, отметить, что отдельное внимание и поддержку проведения этого форума оказал полномочий представитель президента Российской Федерации Южного федерального округа Владимир Васильевич Устинов. Давайте ему скажем за это спасибо. И в завершении, извините, что долго, но на правах хозяина. Мне сложно представить, что мы можем реализовать такие документы без вашего личного и активного участия. Я убеждён, что это основа реализации любого документа, который сегодня подписывается нам из регионального уровня. Поэтому приглашаю всех вас, ваших друзей, всю молодёжь, молодёжь Южного федерального округа Ставрополья к активной работе по реализации документов, которые мы сегодня подписали. Спасибо. Спасибо большое, Василий Юрьевич. Спасибо за поддержку. Глава Республики Калмыкия Алексей Маратович Орлов. Дорогие друзья, слушая цифры, которые были приведены Василием Юрьевичем, мне почему-то вспомнился знаменитый всеми нами любимый фильм «Кавказская пленница», когда один из героев говорит «Мы и здравница, и житница, и кузница». На самом деле это так. Юг России – это, наверное, самые богатейшие края нашей страны. Но эти богатства ничто не значат по сравнению с тем людским капиталом, который у нас есть на юге страны. Вы – наш золотой капитал. Вы – на самом деле самая величайшая драгоценность в мире, которая есть, в России в том числе. Молодёжь всей страны, молодёжь юга России. Что бы ни произошло извне, какие бы вызовы нам современное сообщество не выдавало, глядя на Вас, я абсолютно убеждён и уверен, что, имея такое молодое поколение, имея тех людей, которые сегодня, уже сегодня, с большой буквы называются патриотами, я верю в наше счастливое будущее. Я знаю о том, что сегодня в целом происходит по стране, и я знаю о том, что Вы являетесь основными динамическими производительными силами этого процесса. Я хочу верить, что вот тот потенциал, который сегодня есть на юге страны, экономический, природный, будет реализован в первую очередь с помощью Ваших сил. И я убеждён, что вот такие форумы, они не должны, конечно, проходить каждый день, но с большой регулярностью они должны проходить в столицах всех наших регионов. Я думаю, мои коллеги это поддержат. Мы готовы приветствовать это на всех уровнях и готовы встречать Вас в будущем. Вы производите хлеб, зерно, машины, а мясом мы Вас в Калмыкии накормим. Спасибо большое, Алексей Маратович. Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин. Спасибо. Уважаемая молодёжь, дорогие друзья, я не буду говорить цифроэкономическим. Василий Юрьевич всё сказал, он абсолютно верно отметил наши интеграционные возможности и наши сегодняшние же связи. Я просто хочу для Вас отметить свою позицию. Но сегодня все только глухой не говорит о том, или немой, о том, что мы переживаем сложный экономический период, кризис и так далее. Поверьте мне, не один год, не первый кризис проходил. И хочу сказать, когда нет напряжения или всё спокойно, жить не так интересно. Интереснее, когда нужно включать мозги, когда необходимо находить решения, казалось бы, в очень сложных, нерешаемых моментах. Но самое интересное, эти решения находятся. И эти решения находятся за счёт, в том числе, создания условий, когда проходит штурмовая атака по тому или иному направлению, то, что, наверное, Вы здесь сегодня и производите. И неважно, в каких направлениях будет найдена та яркая идея, или в гуманитарной сфере, или в экономическом блоке, но она должна перевернуть наше понимание, наши отношения и вывести ситуацию из того, как бы, кризис, который мы сегодня определяем. На самом деле и наши предки, и наши предшественники, не теряясь, развивали страну, она шла вперёд. Мы добивались высот. Самое главное, что при этом, и то, что мы за тем столом вам сказали, сейчас я в этом абсолютно убеждён, я знаю, что это аксиома, дружите между собой, независимо от вероисповедания и национальности, любите культуру друг друга, поддерживайте и гордитесь за успехи в Ставрополе, за успехи в Астрахани, за успехи в Калмыкии, в Ростове, в целом стране, потому что это правильно. Тогда мы настоящие патриоты, тогда мы россияне, и тогда у нас всё с вами получится. Но на молодёжь она всегда была надежда, и наши дедушки и бабушки, наши родители надеялись на нас. И мы однозначно повторяем этот опыт и говорим, что вы будете активнее, успешнее, умнее в решении сложнейших проблем для развития территории страны, потому что это дано только молодёжи рисковать, молодёжи принимать решения, казалось бы, очень проблематичные, но они, как всегда, оказываются правильными. Я очень рад всех вас видеть, желаю форму успехов, удачи и вот такого же блеска в глазах, который сегодня у вас есть. Спасибо большое, Александр Александрович. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Спасибо. Я много стараюсь никогда не говорить, поэтому буду краток. Подумайте, в какое время мы сейчас находимся. Только-только закончились звуки первого звоночка 1 сентября, закончилась уверенной победой Олимпиада наших олимпийцев. Я предлагаю всех их поприветствовать. Спасибо. Для сведения, вот здесь из четырёх субъектов, в двух субъектах 11 олимпийских чемпионов. Чемпионов из 19, по-моему, или из 17, я могу с цифрой путаться. 11. Два субъекта, которые сидят в центре. Это очень важно. К сожалению, закончилась проигрышем борьба наших паралимпийцев с, наверное, нездоровыми людьми, которые борются с паралимпийцами. Нас не пустили на паралимпиаду. Почему я об этом говорю? Нам всё время, время, общество, мир кидает вызовы. Они ни на один час не заканчиваются и никогда не кончатся. Потому что, как в одном завещании Александра Третьего было написано, наши огромности будут бояться всегда. Потому что мы огромная страна, мы огромный народ, и мы любим свою страну. Я бы хотел, знаете, что пожелать? Я вот сейчас, пока мы здесь общались, я подумал, что, наверное, каждый человек, который живёт в нашей стране, должен всегда быть благодарен нашим предкам, которые оставили нам эту страну. Я бы хотел, чтобы мы все, вот уже здесь сидящие, были благодарны своим наставникам за то, что они нас всех вооружили инструментами для того, чтобы мы делали свою страну краше, сильнее, быстрее, выше и развивались. И я думаю, что мы все должны быть уверены в наших детях, как в самих себе, о том, что мы отдадим страну в руки наших детей, а она продолжит многие тысячелетия жить на зло всем врагам, которые нас окруждают. Хороший форум, хорошее настроение, и я думаю, это будет хорошее продолжение. Поздравляю вас. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Друзья, ну давайте перейдём к формату вопросов, предложений, инициативы. Пожалуйста, представляйтесь, и что все сегодня субъекты нам выскажутся. Ну давайте, кто там начнёт, может, с первого ряда? Ну, пожалуйста. Да, микрофон передайте. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Александр Александрович, Василий Юрьевич и Алексей Маратович. Я с города Астрахани, меня зовут Артём Материкин, являюсь руководителем военно-патриотическому клубу «Покров» в городе Астрахани. Вопрос такой. Вы сейчас подписали соглашение между регионами и о развитии политики в области молодёжи и казачества. Сразу у меня предложение такое по данному соглашению. Реализовать такой обмен молодёжью, казачьей, патриотической молодёжью, на мероприятия регионального масштаба. То есть, например, мы в Астраханской области проводим летние оздоровительные казачьи смены, в которых собирается до 250 казачат от 8 до 17 лет. Также хочется видеть в следующем году представителей регионов, таких как Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край. Недавно на прошедшем форуме, который прошёл в Астрахани казачий форум, у нас были делегаты с Калмыцкого казачьего кадетского корпуса. Также мы их хотели бы видеть и высказали им это предложение, чтобы они к нам приехали на казачью смену. Так что жду рассмотрения моего предложения и ждём ваших делегатов у нас на мероприятиях. Я думаю, мы все поддерживаем, что тут говорить. Спасибо. Спасибо. Давайте дальше, пожалуйста. Ну давайте пойдём на ту. Есть желающие на ту сторону? Нет. Вот самые активные по центру пока. Ну давайте, пожалуйста. Спорт. Давайте, чтобы все включённые были микрофоны сразу. Королёв Дмитрий, руководитель федерального проекта «Любительский футбол». У меня вопрос к Василию Юрьевичу. Наш проект работает в Москве, в Питере, в Краснодаре. И вот мы работаем в Ростове. То есть мы организуем людей играть в футбол. И у нас сложилась такая проблема в Ростове. То есть вот в Москве, в Питере там без проблем мы арендуем футбольные площадки в Краснодаре. Мы сотрудничаем с футбольным клубом «Кубань». Арендуем запасное поле на Кубани в Ростове. Мы обращались на стадион «Олимп» в коммерческий отдел. Нам сказали, что частным лицам не сдают. То есть мы не просим бесплатно. У нас ходят взрослые люди, которые скидываются на аренду, на мячи, на манишки. То есть мы ни у кого денег не просим. Мы пришли и попросили просто взять в аренду поле, чтобы играть там в футбол в свободное время. Причём какое-то свободное окно там есть. Нам сказали, что частным лицам в данный момент не сдают. И дали отворот-поворот, так сказать. Потом мы обратились. Можно ещё на... Зато у вас появилась возможность задать вопрос губернатору. Я почему губернатору задаю? Потому что администрация Ростовской области владеет футбольным клубом «Ростов», правильно? То есть напрямую владельцам, так сказать. Хорошо. Мы с вами договорились. Остальное я, как говорят, распоряжусь тем, кому положено этим заниматься. Министерство спорта получит поручение вас поддержать. Вы только координаты оставьте. Ну вот, Володя. Координаты. Вот сзади помощник губернатора стоит. Он вам даст свои координаты. Хорошо? Спасибо большое. Пожалуйста. Ну давайте, Ростовская область. Добрый день, уважаемые главы субъектов. Меня зовут Носик Анастасия. Я приехала с Ростовской области, с Сымянского района. Я являюсь участником смены культуры и творчества. И хочу сказать вам огромное спасибо за проведение такого масштабного молодежного форума и возможность участия принимать в нем. Вот недавно в Ростовской области прошел международный... Кинофестиваль. 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 Международный фестиваль мотивационного кино. Бирджиш Фас. Мы слышали, что... Я волнуюсь. Мы слышали, что в нашем регионе может произвести строительство кинокластера. Вот ваше мнение, что нужно для развития киностудии нашего региона и какова в этом роль молодежи будет? Спасибо большое. Позвольте я тогда ответить к коллегам. Наверное, это больше информация для ребят, которые приехали сюда, ну и в том числе для некоторых из Ростова и Ростовской области. Это был второй фестиваль, как вы знаете, и теперь это традиция. Ежегодный кинофестиваль будет проходить в Ростове как раз в августе месяце, как раз в этом году это совпало с Днём кино. Всё, как говорят, к одному, но было ещё одно событие, которое, на мой взгляд, не осталось незамеченным не только в Ростовской области. Мы открыли памятник Ханжонкову. Ханжонков, как известно, основатель российского кино. И как он полюбил кино? В те времена, когда синематограф оказался в Ростове, он первый раз сходил в кино и посмотрел четыре фильма. И, как он сказал, вышел оттуда после просмотра совершенно другим человеком. Эта любовь осталась у него на всю жизнь, и вот этот памятник в Ростове появился. Что касается кинокластера, да, действительно, мы начали работу по созданию недалеко от Ростова и строительства, я надеюсь, в ближайшее будущее, создания кинокластера, в котором будут представлены макеты улицы, части городов примерно 20 разных государств, в которых будет производиться киносъёмки, создание кино. И эта работа, на наш взгляд, интересна для каждого из наших регионов. Потому что наверняка в этой работе потребуются сюжеты с колоритом, красотой любого из четырёх регионов, которые здесь присутствуют. Мы попробуем, реализуя эту программу, как раз этим воспользоваться, потому что те, кто задумал, те, кто нам предложил, именно с этой целью создают эту киностудию, кинокластер, который позволит в будущем охватывать весь юг России. Спасибо, спасибо большое. Так, ну, пожалуйста, давайте, вот, Калмыкия, где у нас делегация? А вот там, вот видите, вот поднимают руку, Володя. Давайте, давайте, вот, передайте микрофон там. Добрый день, уважаемые участники форума. Меня зовут Евгений, представляю Республику Калмыкия. Хотелось бы немного подробнее узнать о том соглашении и конкретно, какие действия уже предприняты на правительственном уровне между четырьмя субъектами, которые подписали сегодня соглашение. Спасибо. Алексей Маратович, ну, давайте каждый по несколько слов. Ну, для того, чтобы реализовывать это соглашение в целом, конечно, понадобится время. Но я хочу сказать о том, что уже сделано в рамках этого соглашения пока между Астраханской областью, Калмыкией и частично Волгоградской областью. В апреле месяца текущего года руководитель Ростуризма, господин Сафонов, был у нас в Калмыкии, и мы договорились, чтобы создать туристический продукт. Я, собственно, вам, ребята, сейчас на этой встрече рассказывал, но расскажу всем участникам форума. Для того, чтобы создать туристический продукт, этот продукт должен быть многодневным туром, однопакетным. И для того, чтобы стимулировать сопутствующие бизнесы, которые окружают туризм, это, конечно, в первую очередь гостиничные, рестораны, производство сувенирной продукции, этот продукт должен быть коммерчески привлекательным. Так вот, мы уже на будущий 2017 год войдём в так называемый туристический гид или туристическую карту Российской Федерации по линии Ростуризма по трём субъектам Российской Федерации. Это Волгоград. Два дня посещения, соответственно, комплексов, которые связаны с периодом Великой Отечественной войны. Астраханская область, это, конечно же, Астраханский Кремль, это современная так называемая Ханская Орда Ставка, и Республика Калмыкия. Это комплексы, связанные с традиционными религиозными культурами нашего народа. Это и тибетская медицина, туры. То есть тогда, когда вот эти туры двух-трёхдневные будут объединены в семи-десятидневный тур, он станет привлекательным для всех туристов и станет не просто туризмом выходного дня, а продуктом для всей Российской Федерации. И вот это всё будет как раз реализовываться в рамках этого соглашения. А остальное добавят, наверное, мои коллеги в том числе. Ну, да, друзья, 1 июля этого года, кажется, 1 июля, может быть, ну, 1 июля появился портал Тихий Дон. Можете туда обратиться, вы увидите там очень подробно описанные территории Ростовской области. Мы начали Ростов, Новочеркасск, Азов и Таганрог. И попытаемся до конца текущего года его основательно наполнить. Это, мне кажется, интересно всем, кто находится рядом. Потому что есть некоторые вещи, которые проходят у каждого из нас, мы о них всегда знаем. Но вот я только что выходные был на Кружилинских талоках. Талоки – это когда люди выходят вместе убирать урожай. Мы там вместе убирали арбузы. Это объединение людей, которые объединялись для труда, для совместного уборки урожая. Но там можно увидеть, что делали наши предки, не только убирая урожай, как они жили, дружили, любили и так далее. Это, если говорить о туризме. Так вот, сегодня я уже конкретное делал до нашей с вами здесь встречи. Я моих коллег свозил в домик, где родился Антон Павлович Чехов, а затем мы посетили художественную галерею таганрогскую. И мне приятно было, что мои коллеги были хорошо, приятно удивлены и зарядились хорошим искусством. Кто из тех, кто здесь сидит в зале, был в Таганрогской художественной галереи? Ну, 30 человек. Владимир Владимирович поднял руку. А, вот поднялся, Александр Александрович тоже может. Значит, 30 человек. Друзья, галерея содержит 7 тысяч оригинальных произведений искусств, 7 тысяч великих и выдающихся писателей и художников не сегодняшнего времени. Я только что дал поручение, начиная с завтрашнего дня, организовать туры для тех, кто находится на форуме, чтобы можно было в эти 2-3 дня побывать в этой художественной галерее. По вашей реакции, у меня такое ощущение, что вы здесь засиделись. Но это если серьезно, конечно, у нас все получится, если мы сможем вместе с моими коллегами и с нашими руководителями, с трудовыми коллективами реально двигаться вперед в развитии экономики. Мне кажется, это главное содержание, за которым следует все остальное. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, давайте Ставропольский край. Ставропольский край где? Давайте, пожалуйста. Уважаемые старшие, уважаемые участники, маленький бар в Ставропольский край. У нас 17-го числа день города Ставрополь и Ставропольского края. У нас молодежи, в частности, к вам старшим президиуму предложение снять видеоролик. Небольшое поздравление с дня Ставропольского края. У нас в Инстаграме идет эстафета у молодежи. Вы согласны? Спасибо. Спасибо большое. Так, ну давайте Астраханская область. Я дойду, дойду до вас. Здравствуйте, Карина Сафонова, Астрахань. Активист Корционного центра волонтеров интерактив. Вопрос к Александру Александровичу. У нас в Астрахане будет праздноваться в следующем году юбилей Астраханской губернии, трехсотлетия. И в связи с этим два вопроса. Первый, каких мероприятий нам ждать в следующем году и какую роль будет играть астраханская молодежь в этом мероприятии. И второй вопрос. К трехсотлетии выходит у нас книга об области. И о чем будет эта книга. Спасибо. Любая территория, конечно, имеет свою историю. Астраханский край или Астраханская губерния, она была создана Петром I в 1717 году. И, конечно, имеет огромную историю и свои функции. Поэтому книга будет об этой истории, края, о её функции, которую она выполняла на среднеазиатском направлении, на пересвитском направлении. Ну а то, что касается мероприятий, набор, конечно, самый большой. Ну и кто первый будет и участник, и, так сказать, зритель, это, конечно, молодёжь. Поэтому там группы уже работают. И я думаю, что мы с вами ещё встретимся в рамках проведения Селиаса текущего года в конце сентября. Вы, кстати, гостей приглашайте на Селиас, чтобы ещё раз, так сказать, зацепить тёплый период летний, осенний, а потом уж пойдём в зиму. Ну а то, что касается поздравлений через акцию Инстаграм, я согласен, мы вас поздравим, только потом подойдёте, скажешь, какой формат, чего там, селфи сделать или как-то. Так, вот здесь девушка вопрос из села подавала. Давайте, давайте, пожалуйста, спасибо. Давайте микрофон, вот вопрос село. Политические лидеры, общественные лидеры смена. Добрый день, меня зовут Лубянка Оксана, я председатель Российского союза сельской молодёжи по Красносулинскому району Ростовской области. Для всех, наверное, не секрет, что очень сложно удержать молодёжь в селе. Многие уезжают и не возвращаются. Ну, реализуются различные программы поддержки молодых специалистов в селе, за что огромное спасибо, знаю по личному опыту. Но работать и жить в селе мало, ещё важно получать культурное развитие. Для этого, конечно же, необходимы сельские дома культуры. Буквально вот весной этого года Российский союз сельской молодёжи и Общероссийский народный фронт проводили мониторинг состояния зданий сельских домов культуры. И могу буквально сказать по тому дому культуры, которым проводила лично я. Это Красносулинский район, село Киселево. Здание было эксплуатируется с 1986 года, ни разу не проводилось капитального ремонта. И здание разваливается. Я буквально недавно прочитала, вот вы сказали, что будут возводиться модульные сельские дома культуры. И наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что будут выделены средства. Это, я так полагаю, их там будет 15, наверное, да? Да, 15. Полтора миллиона рублей на один. Десять, да? Вот хотелось бы узнать, как у нас будет эта проблема решаться в нашей Ростовской области. И хотелось бы буквально вот по своему району и конкретно по своему сельскому поселению. Спасибо. Вот вы знаете, я вместо вашего губернатора Василия Юрьевича отвечу, чтобы ему практически не выходить на ваш дом культуры. Буквально на прошлой неделе вы видели было совещание, оно проходило просто в режиме видеоконференции, но мои коллеги были в Астрахани. И Дмитрий Анатольевич, обсуждая тему не только поддержки аграрного сектора, он даёт себе отчёт, что нужно поддерживать и развивать инфраструктуру села, чтобы действительно остановить вот этот процесс урбанизации, который, поверьте мне, начался не при вас. Он начался ещё 50 лет назад активно, когда мы были вот такими пацанятами, и нам говорили, если плохо учиться будешь, будешь хвосты крутить коровам, а так вообще неважно, на тройке закончи, но утекай в город. И в городе все потерялись, в большинстве своём. Что нужно развивать инфраструктуру, поэтому руководством страны, непосредственно председателем правительства, принято решение на следующий год, и деньги эти закладываются, ну цифры Василий Юрьевич любит, он скажет вам, а я знаю только объём, это начать программу развития, восстановления, строительства новых домов культуры в сельской местности, и их будет в следующем году реализовано 100 проектов по всей территории. Я надеюсь, что, конечно, Ростовская область, как и Астраханский, Ставропольский, Калмыкия, мы там уж сактивизируемся и поймаем. А ваша задача понятна, я здесь никого не обижу, скажу, что хотите, надо поддержать эту программу, и, естественно, 18 числа, я надеюсь, вы правильно проголосуете. Спасибо. Спасибо. Я буквально два слова. Александр Александрович правильно сказал, эта тема актуальна для любого из регионов, и не только здесь сидящих. Но что интересно, и это мне приятно, что данное решение совпало с инициативой, которую правительство области поддержало. Речь идёт о реализации для сельских территорий, для небольших уровня поселения, центров. Это программы создания модульных клубов сельских. Это клуб, в котором от 150 до 200 посадочных мест, в котором есть место для кружковой работы, в котором есть возможность работать небольшой совсем администрацией. Но речь не идёт о том, чтобы мы рядом с существующим, не работающим, например, в аварийном домку поставили модульный. Нет. Мы говорим о том, что там, где их сегодня не хватает. Аварийные дома культуры, которые нормальные, необходимо восстанавливать, они не должны быть брошены. И таким образом мы это начинаем. Мы это начинаем в Ростовской области в следующем году. Мы начнём с того, чтобы в двух-трёх местах, даже как пилот, сделаем это, посмотреть, как начинает работать. Для информации, стоимость таких модульных клубов сельских от 20 до 30 миллионов рублей. Иногда ремонт старых домов культуры обходится в 50-70. Тут надо очень хорошо думать. Но это решение, которое принимается, понятно, на уровне губернаторов или на уровне руководителей муниципальных районов, а затем уже губернаторов. Мы идём, мы это будем делать. Спасибо большое, Василий Юрьевич. Так, ну давайте мы туда, в тот край пойдём. Так, Калмыкия, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Рабочая молодёжь и бизнес. Многие не знают, я хотел поблагодарить губернатора Ростовской области за то, что мы перенимаем опыт Казани. В частности, у них есть замечательный IT-парк. В Ростове тоже есть Южный IT-парк. Я резидентом сейчас являюсь, хотел поблагодарить за это. Но не всем удаётся попасть в Южный IT-парк. Есть ещё у нас в Ростове промышленный каворкинг на базе ДГТУ и каворкинг под крышей. Ну, все знают, наверное, большая просьба и от резидентов этих каворкингов, и от тех ребят, которые не попали в Южный IT-парк, сделать каворкинги круглосуточными. Потому что не всем удаётся работать именно днём. Некоторые приходят после работы основной, либо после какого-то такого очного бизнеса, а в 7 часов, например, под крышей закрывается, в ДГТУ каворкинг закрывается в 6. Это не очень удобно. Если вы смогли бы помочь, мы были бы все благодарны. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, мы зафиксировали. Ну, я калмыкии хотел бы. Есть? От калмыкии? Нет, да? Движемся дальше. Так, давайте здесь. Давайте, давайте, давайте. Да, пожалуйста. Да, 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 пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Вера Вечёркина. Я представляю Боковский район, Ростовская область. У меня такой вопрос. Как будущего историка, меня беспокоит то, что количество часов истории в школе крайне мало. Дети изучают в среднем 2 часа истории в неделю в школе. Как патриота Донского края, меня беспокоит ещё то, что истории нашего Донского края практически время вообще не уделяется. Василий Юрьевич, как Вы смотрите на то, чтобы увеличить время преподавания истории в школе, в нашем Донском крае? Спасибо. Спасибо. Я зафиксирую вопрос. Остальное со специалистами. Хотя обещаю Вам, что в 2018 году на левом берегу Дона, рядом с новым стадионом, будет парк истории. Парк истории 5,5 тысяч квадратных метров площади. Спасибо, спасибо. Давайте, Астраханская область. Пожалуйста. Здравствуйте. Я рада приветствовать всех губернаторов. Я думаю, я не одна здесь такая. Но я хотела бы задать вопрос Александру Александровичу. Все прекрасно знают, что Вы всегда встречаетесь с молодёжью после форумов. И не только. У нас проходят встречи в неформальном таком вот формате. У меня вопрос личного характера такого. Если мой проект здесь не поддержит, смогу ли я надеяться на встречу такую лично с Вами, я не знаю, чтобы его обсудить. За чашечкой чая, например. Я согласен. Согласны? Тогда договорились, заодно и споём. Так, спасибо большое. Ставропольский край. Ставропольский край. Давайте, Владимир Владимировичу вопрос. Где Ставропольский край? Давай, пожалуйста. Раз, два, три. Добрый день. Меня зовут Данил, я представляю Ставропольский край. И я предлагаю немножко вернуться к сфере культуры. Здесь на форуме Ростов очень круто и очень здорово представлено направление культуры и творчества. Ребята, культура и творчество. Пошумите, пожалуйста, чтобы вас увидели. Отлично. У нас, как видите, огромное количество творческой молодёжи в Ростовской области и не только, это в Астраханской, в Калмыкии, в Ставропольском крае в частности. Например, в Ростовской области есть Ставропольская консерватория, в Астрахани есть Астраханская консерватория. Наши студенты туда уезжают учиться, потом приезжают иногда к нам. Вопрос в чём? Я хочу вас попросить коллективно посовещаться и подумать, возможно ли проведение какого-либо форума непосредственно для ребят, которые занимаются культурой и искусством. Ребята, вы со мной согласны? Культура и искусство. Собраться на какой-то отдельный форум, где мы сможем пофотографировать друг друга, поиграть на скрипке, потанцевать, обменяться опытом и как-то сконсолидироваться. Владимир Владимирович, просим. Ну, раз от Ставрополя вопрос, значит, нам и первым начинать. Я вас приглашаю, Алексей Маратович, Василий Юрьевич, Александр Александрович. Ставрополь принял решение начать у них. Мы согласны. Спасибо. Спасибо большое. Так, Калмыкия, что у нас? Давайте, у нас есть здесь ещё Краснодарский край, Адыгея, Волгоградская область. Где? Поднимайте руки. Да вот Краснодарский напротив сидит. Пожалуйста, давайте, давайте. Здравствуйте, меня зовут Виктория, я представляю дружественный Краснодарский край. Вот он, где он, Краснодарский край? У нас здесь, на самом деле, да, очень много, около 120 человек. Подскажите, пожалуйста, вот у нас в 2017 году предполагается проведение форума для представителей Всероссийского общества глухих. И форум предполагается быть межокружным. Как вы рассматриваете, ну, рассматриваете ли вы возможность участия вашей делегации и насколько это актуально? И вот ещё один вопрос по поводу туризма. Здесь много говорилось о туризме, и практика проведения форума с несколькими сменами имеет положительный эффект. Возможно ли включение, например, смены туризм и гостеприимства дополнительно к тем сменам, которые уже здесь присутствуют? Спасибо. Ну, по крайней мере, учитывая, что мы очень активно работаем с категорией людей с ограниченными возможностями, особенно с глухими, у нас общество глухонемых и коммуникации мои, допустим, с ними очень серьёзные. И очень много интересных наработок с точки зрения новых технологий для того, чтобы они были ассимилированы с нами, с вами в общей среде и чувствовать себя комфортно. Поэтому Астраханская область будет участвовать в этом форуме, достаточно широко представлен будет. Просто тогда моим ребятам здесь оставьте более подробную программу, которую вы предполагаете. Может, мы даже что-то предложим ещё. То, что касается вот на таких подобных форумах, на отдельной площадке по сервису, то, что с вами не хватает. И ни для кого не секрет, любую территорию приехай. Сегодня мы отстаём от таких традиционных центров туристических даже в третьих странах. Но там сервис лучше, там улыбка, там качество, пусть простое, но всё лучшее, потому что... А у нас немножко амбиции у всех, в том числе и Краснодарский край, когда в Сочи приедешь, понтов очень много, а улыбок нет. Поэтому, конечно, эта площадка должна работать для того, чтобы мы обменились опытом и развивали внутренний туризм в пользу Российской Федерации. Спасибо. Да, мы обязательно поддержим. Область Ростовская обязательно поддержит. Спасибо большое. Ну, мы, кстати, в следующем году все приедем в Краснодарский край, в Сочи будет проходить всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Это завоевало право Федеральное агентство по делам молодёжи. К нам в страну приедут более 140 стран мира, молодёжные делегации. Так, пожалуйста, Калмыкия, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Айсама Анжиева, я представляю Республику Калмыкия. У меня вопрос к Алексею Маратовичу. Вы сказали, что мы всех накормим нашим калмыцким мясом. Я хотела бы узнать, какие меры предпринимаются в мясном промышленности? Как она развивается? Спасибо. Ну, если в двух словах, надо сказать, что на сегодняшний день в целом динамика сельского хозяйства в Российской Федерации, вы знаете, это одна из немногих отраслей экономики нашей страны, которая показывает положительную динамику. 2-3% прогнозных по только текущему 2016 году. Но в Республике у нас за счёт роста животноводства эта цифра будет, ну, если не в разы, то, по крайней мере, процентов на 70 выше. Что делается для того, чтобы поддержать животноводство? В первую очередь, это, конечно, все виды господдержки, которые идут по линии Министерства сельского хозяйства. И самое главное, что присуще не только калмыкии, наверное, но и регионам, возглавляемых моими коллегами, это к участию региона. Наша доля софинансирования на сегодняшний день практически во всех государственных программах присутствует. И мы идём иногда от 5%, которые заложены Минсельхозом в России, до 25-30%. Самое главное, вот я слышал по объектам культуры на селе, по дорогам, по программе устойчивого развития сельских территорий, мы заинтересованы сохранить село в том виде и, главное, привлечь молодёжь. Так вот, на 2017 год главное, чтобы поддержать сельское хозяйство, мы считаем участие программное, многоплановое, масштабное в строительстве жилья для молодых семей. И вот там мы планируем 50 на 50 участвовать во всех федеральных программах. На каждый рубль, вложенный из республики, федерация даст нам свой ответствующий рубль. На будущий год в планах на сегодняшний день 386 семей на селе получат отдельное жильё. Спасибо большое, Алексей Маратович. Так, ну и давайте крайний вопрос, пожалуйста. Есть ещё у нас кто-то в Волгоградской, Адыгея? Кто? Ростов, я знаю. Пожалуйста, давай. Крайний вопрос. Передал другу. Магомед Магомедов, Ставропольский край. Владимир Владимирович, на личной встрече не успел спросить этот вопрос. Я являюсь членом молодёжной палаты при думе города Ставрополь, возглавляю секцию здорового образа жизни и патриотического воспитания. И меня волнует такой вопрос, что у нас в городе нет многофункционального спортивного комплекса. Подскажите, пожалуйста, в ближайшее время планируется ли постройка такого объекта? Ты же знаешь, что планируется. Ну что ты? Зачем это вопрос? Понимаешь, планируется, и мы в следующем году запустим. Компания «Газпром» нам помогает в этом. На месте Тухачевского рынка мы рядом с ним строим многофункциональный спортивный комплекс, там, где будет ледовая площадка и группа спортзалов. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Василий Юрьевич, мы попросим подвести итоги встречи. Да, Паша. Дорогие друзья, ну... Да, да, дайте микрофончик. Дорогие друзья, никогда не хватает времени на таких встречах, чтобы мы выслушали все вопросы. Но, кстати, будет правильно, если наши организаторы, например, сформируют вопросы губернаторам и централизованно их передадут, мы бы их посмотрели. Что меня сейчас беспокоит? Сейчас меня беспокоит, как справиться с клубом «Ростом» футбольным. Но с заполняемостью стадиона проблем нет. Ни с «Андерлехтом», ни с «Аяксом» это никак меня не беспокоило. Сейчас я думаю, как заполнять новый стадион, который мы строим, на 45 тысяч мест. И недавно такая хорошая программа «Идея» мелькнула в голове. До 14 лет всем бесплатно. Ход. А я надеюсь, что до 14 лет родители, как правило, детей спокойно не отпускают. Значит, они тоже придут. Но они заплатят. Это нормально. Вот сейчас думаю, как бы придумать, чтобы 18 сентября... ...молодежь позвала молодежь. Потому что сложно себе представить, что делая что-то в будущем, мы без вас справимся. А еще сложнее представить себе, как, если вы будете неактивными, вы справитесь без нас. Поэтому, дорогие друзья, дорогие мои молодые коллеги, разгоните эту тему, пригласите своих друзей прийти и поучаствовать в будущем своей страны, в будущем своих регионов. Дайте возможность общества и его активность сохранить на должном уровне. И поверьте мне, это будет только плюс. Я знаю, что вы все очень активные люди. Но нужно сделать так, чтобы вся молодежь во всех регионах, наших регионах, была активной. Я вам желаю всего самого хорошего, чтобы все у вас в этой жизни получилось. Вот правильно решение. Давайте сделаем не селфи, по крайней мере, а фотографии. Все встаете, а вот я хотел фотограф... Подождите. Чтобы вот так вот подпрыгнул, сфотографировал, да? Общую фотографию сделал, общую. Мы сейчас сюда подойдем к вам. Вы стойте, а потом уходите сюда. Все на местах, ребята, остаемся. Все на местах. Олега, пожалуйста, подождите. Олега, пожалуйста, подождите. На строение какого? О-о-о-о-о! Голубин, пожалуйста. Какого-то сюда. say?? Друзья, давайте позже, позже. Друзья, давайте позже. Так вот, вы сегодня для нас, для Калмыкии, являетесь самым близким соседом и самым близким другом и братом. Мы искренне рады сегодня вместе с вами разделить ваш праздник. Желаем всем народам Ставропольского края счастья, процветания, мирного немца. Астрахань приветствует Ставропольский край в день его дня рождения. Ставрополь для нас любимый край, любимый Калмыкин, где мы помечаем здоровье, где мы помечаем хорошие качественные услуги. Поздравляем вас с праздником, добра, благополучия и счастья. Я уже все говорил, я попрошу вместе, можно сказать, поздравляем Ставропольский край на счет 3-4. 3-4. Поздравляем Ставропольский край! Спасибо, ребята, всего доброго! Будьте здоровы! Продолжение следует...